Жителям Донбасса упростили порядок получения российского гражданства. Указ об упрощенном получении российского гражданства жителями, постоянно проживающими в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины, подписал президент России Владимир Путин. В самое ближайшее время любой житель ДНР и ЛНР сможет обратиться за получением гражданства РФ. Фото, Михаил Фролов слэш Комсомольская правда. Документ вступает в силу со дня его опубликования. После чего жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик можно будет обратиться в подразделения МВД России, где получить по ускоренной и максимально незабюрократизированной процедуре российский паспорт. Естественно, если кандидат подойдет под все необходимые требования, прежде всего по вопросам безопасности. На принятие решений по каждому заявлению о желании вступить в российское гражданство полицейским выделяется не более трех месяцев со дня подачи пакета документов. МВД, число получивших гражданство РФ выросло вдвое за пять лет. МВД, МИД, ФСБ, Росгвардии и главам регионов, где будут расположены подразделения МВД, принимающие заявления о приеме в гражданство, поручено принять меры, направленные на реализацию указа, а также обеспечить условия для принесения присяги гражданина России заявителями. МВД России в настоящее время прорабатываются механизмы реализации президентского указа. Планируется, что прием заявлению данной категории граждан будет осуществляться через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и блоночную продукцию. В случае положительного решения о приобретении гражданства указанным лицам в Ростовской области в срок до трех месяцев будут выдаваться паспорта гражданина РФ, сообщили вчера вечером в пресс-центре МВД России, добавив, что жители ДНР и ЛНР при желании смогут получить там же и загранпаспорт. Минус. Глава ДНР, Донбасс хочет вернуться в Россию полноправным членом. Упрощение процедуры получения гражданства РФ, по словам Путина, целесообразно и по моральным соображениям, и по политическим, и даже по экономическим. Но делать это глава государства призвала аккуратно. Это тонкий вопрос. Я сторонник того, чтобы максимально упрощать эти процедуры, но мы не можем не относиться с должным вниманием к требованиям безопасности, к другим вопросам, пояснил Путин. Решение, естественно, вызвало негативную реакцию на Украине. Многие недоумевали, почему оно было принято буквально через несколько дней после избрания нового президента Украины. Ведь по логике от нового украинского лидера можно было ожидать шагов по нормализации ситуации на Донбассе. Но, как поясняют политологи, Владимир Зеленский во время избирательной кампании успел сделать достаточное количество заявлений по теме Донбасса, по которым можно легко сделать выводы о его позиции. Были обмолвки по этой теме и уже после избрания. В общем, Зеленский явно дал понять, что особого статуса у Донбасса не будет, как не будет и закона об амнистии. Оказалось, что отношение Зеленского к Минским соглашениям даже более негативное, чем то, что демонстрировал Порошенко. Принимать заявления от жителей ДНР и ЛНР станут органы МВД в Ростовской области. Там же можно будет кроме российского получить и загранпаспорт. Поскольку стало понятно, что новый глава Украины не собирается выполнять Минские соглашения, России ничего не оставалось, как принять решение о предоставлении жителям самопровозглашенных республик получить российское гражданство. По посчетам Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, по состоянию на конец 2018 года число затронутых конфликтом на юго-востоке Украины лиц составило 5,4 миллиона человек, из которых 3,5 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи. Непосредственно вдоль линии соприкосновения проживают около 600 тысяч человек, включая 100 тысяч детей. Люди в Донецкой и Луганской областях Украины живут фактически под обстрелом. Официальный Киев в одностороннем порядке разорвал связь с населением, сделав их жители де-факто лицами без гражданства. Приобретение же российского гражданства даст возможность жителям ДНР и ЛНР получить дополнительные меры социальной поддержки, которые многим из них необходимы в ситуации экономической блокады со стороны Украины. Для многих сегодня это вопрос выживания. В то же время для молодежи Донбасса, если они пожелают получить российское гражданство, будет открыта возможность на общих для российских абитуриентов условиях поступать и обучаться в наших вузах. Важно отметить, что Россия не навязывает гражданство жителям Донбасса, а лишь предоставляет им возможность при желании обратиться за ним. Еще одна важная деталь – возможность приемов гражданства РФ в упрощенном порядке не требует отказа от гражданства Украины. Упрощенный порядок заключается в том, что не требуется соблюдение общих условий, а именно, проживание в РФ по виду на жительство не менее пяти лет, наличие законного источника средств к существованию, отказ от гражданства иностранного государства, владение русским языком. Минус. Закон об упрощенном приеме российского гражданства исходит из гуманитарных целей. По данным Главного управления по вопросам миграции МВД России, в период с 1 апреля 2014 года по 2 апреля 2019 года на территорию России въехали и не вернулись 925 548 граждан из юго-восточных областей Украины. По вопросу приобретения гражданства РФ за этот период обратились свыше 334 тысяч граждан Украины, только в 2019 году 16 925 человек. Эти цифры говорят сами за себя. Но нашлось, естественно, много любителей покритиковать решения российских властей, причем не только на Украине, но и внутри страны. Больше всех решением об упрощенной выдаче паспортов жителям Донбасса возмущаются те, кто несколько лет доказывали, что Россия предала людей, которые на нее понадеялись, прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова. Это очень важное для нас решение. Мы видим, что Россия продолжает нас поддерживать. А еще это доказательство того, что пять лет назад мы сделали правильный выбор, прокомментировала зампредседателя Федерации профсоюзов ДНР Елена Молчанова. Получив паспорта граждан РФ, жители республики будут чувствовать себя более защищенными. Глава Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косячев отметил, что, упрощая прием в гражданство, Россия не нарушает никаких международно-правовых норм и своих обязательств, поскольку определять параметры предоставления гражданства суверенное право каждой страны. Не противоречит этот указ, по его словам, и минским договоренностям. Мера носит гуманитарный, а не политический характер. Именно мы, в отличие от официального Киева и политиков Запада, с самого начала приоритетом считали людей, а не территории. В условиях, сложившихся там, для многих людей не остается иного выбора, кроме получения российского гражданства, отметил сенатор. Кстати, предоставляя возможность жителям Донбасса получить в упрощенном порядке гражданство, Россия даже не создает прецедент. Ведь еще с 2009 года отдельным категориям украинцев предоставляется гражданство Румынии, Венгрия в последние годы своим соотечественникам активно оформляет гражданство. Власть, работа власти, президент канцелярия, комментарии к документам закона о гражданстве.